Я могу продолжить нашу конференцию. Вы знаете, что по традиции мне всегда нужно поздравить тех, кто за последний период времени сделал больше других и продвинулся по карьере. Мы всегда с вами вместе поздравляем очень дружно наших новых героев. И после этого мы узнаем о жизни нашей компании, нашего проекта за эту неделю, что где происходило. И после этого будет все понятно, как вам строить свои планы на работу, куда двигаться и с кем. Самое главное. Итак, начнем с раздела мастеров. Первая ступень – это «Сильвер мастера». И, как всегда, у нас два японских партнера, которые получают дополнительно одну акцию. Они очень часто получают акции в подарок, стараются быстро закрыть квалификации, чтобы было им приятно получать. Вот такие подарки всегда приятно от компании, тем более, что акции уже заканчиваются и сейчас становятся на вес золота. Текура Йога из Токио получает такую акцию. И Мия Накашима, тоже, наверное, из Токио, не знаю, не указал город, тоже получает одну акцию за скорость. А мы радуемся за этих двух японских партнеров, потому что они молодцы, они от нас далеко, но они точно такие же фанаты нашего приложения, нашего любимого «Джем Фу Ми», и точно так же продвигают его с любовью в Японии. Также у нас есть на этой неделе еще два «Сильвер мастера». Кстати, я удивляюсь, а чего так мало? Вы выдохлись, наверное, да, те, кто ездил на каникулы, и теперь решили продолжить отдых, или вам понравилось отдохнуть. Как всегда, отдых затягивает, возвращаешься и не знаешь, как с чего начать. Но я думаю, что все-таки вас должен подстегнуть тот факт, что акции разлетаются, как горячие пирожки, и сейчас их очень-очень мало осталось. И самое главное, что их больше не будет вообще никогда в нашей истории, больше не будет. И смотрите, все-таки два партнера из России поняли, что надо ковать железо пока горячо, прямо сейчас. И Наталья Ефимова и Алексей Патрушев тоже закрыли квалификации «Сильвер мастер» за эту неделю. Мы их поздравляем. Город Осай, город Истра. Это, наверное, второй город, даже не знаю, где это, наверное, Московской области, а вот город Осай, не знаю, подскажите. Как всегда мы, когда открываем новые города для себя, не знаем. Вот, кстати, Оксана Запольских свой город уже прославила, город Амутнинск, получает дополнительно две акции за скорость и закрывает квалификацию «Золотой мастер». Это здорово, подарки приятные. И, как всегда, можно пожелать лишь как можно быстрее передвигаться со ступеньки на ступеньку и забирать все подарки и передвигаться в директорский раздел, потому что там все самое интересное. Галина Долгинцева, Нягонь, Россия, тоже сегодня поднялась на ступеньку «Золотого мастера», и мы поздравляем ее от всей души. Вот мне уже подсказали пермики, что Оса – это Пермский край, а может быть, Оса. Оса, извините. Вот теперь я понимаю, раз это Пермский край, то Оса. Ну что ж, «Платиновые мастера» сегодня трое, но хотя бы три «Платиновых мастера» – это уже что-то. И первый лидер у нас работает в городе Невьянск. Любовь Ильяных, от всей души ее поздравляем. Галина Гнусова из города Киров. Это все партнеры из России. И Джон Астанин, США, к сожалению, в город не указал, но мы его тоже поздравляем от всей души с победой «Большой платиновый мастер». Это круто. Вообще это уже серьезная заявка на успех, потому что вот на следующей ступеньке «Даймонд мастер» карьера в этом разделе закрывается. И посмотрите, мы знаем этого партнера из Японии, из Токио, Ери Сата. И очень часто партнер получает подарки от нас в виде акции. Сейчас тоже забирает четыре акции за скорость. Ну что ж, можно только поздравить Яри Сата с такой большой победой и пожелать как можно быстрее оказаться и в директорском разделе и успеть там забрать свои подарки тоже. Гульнара Родионова, Екатеринбург, сегодня стала «Даймонд мастером» и Людмила Сафронова, город Киров, Россия. Мы вас поздравляем, молодцы. Остался всего лишь один миг до того мгновения, когда вы откроете двери директорской команды. Но вас уже там ждут. Я вот сейчас вас буду знакомить с этими лидерами. Итак, Гульнара Родионова. Спонсор прислал нам поздравления и фотографию прекрасную Гульнары. Валтери Монтус. Мы знаем этого лидера, очень близко с ним знакомые из Финляндии, из города Турку. Дорогие друзья, у нас в команде Екатеринбурга родился новый бриллиант. Наша коллега Гульнара Родионова стала «Даймонд мастер». Гульнара – удивительный человек, очень отзывчивый, открытый и энергичный. Она большой специалист в архитектуре и очень любит свою профессию. Гульнара пришла в проект очень легко и также легко пригласила своих друзей и родственников. И хотя временами были трудности, она всегда продолжала верить в проект и поддерживать свою команду. Это подтверждает результат, этот высокий статус. Дорогой мой друг, поздравляю тебя с достижением этой высокой ступени. Ты помнишь, конечно же, как здорово было нам с командой Jam4Me в Южной Африке. Теперь у тебя есть возможность бесплатно попасть с нашей командой на остров Бали. Ведь мы и познакомились как раз там. Приглашаю тебя в новое путешествие на Бали с партнерами Jam4Me. Вот как здорово такая история, знакомство и уже дружбы, наверняка партнерство с очень позитивным лидером из Екатеринбургской команды. Людмила Сафронова закрыла квалификацию Diamond Master. Вот такая маленькая хрупкая женщина на фоне Дмитрия Павлова. Смотрится почти в два раза меньше, чем он. Но на самом деле настоящий лидер с таким деловым подходом. И Сергей Крижевский, ее спонсор из города Ижевск, писал нам поздравление. 14 апреля Людмила Сафронова заслуженно получила статус Diamond Master. Дорогая моя Людмила Владимировна, искренне и от всей души поздравляю, люблю и горжусь. Здоровья, любви и успеха тебе и всей нашей джемовской команде. Читаем. Закаляло сталь надеждой, верой в жизнь. И дело не хочется перед вами встать. И поклониться в пояс смело. Пришедшие с сороковых. Строй ставшие фанатов джема. Вы, поражая молодых. Войти-войти? Да не проблема. Фамильный капитал создать? Освоить непонятный гаджет? Вы рождены не брать, а дать. А Market Space освоить как же? Любовь, мечта, итогом джем, финтех, смарт-воллит и признание. Живой иконой, ставшей всем. Кто хочет, тот получит знания. А возраст, тот не аргумент. Коль жив душой, готов трудиться. Вот он, признание, момент. Вы, Diamond Master. Что ж, годится. Прекрасные стихи. Спасибо, Сергей. За поздравления Людмилы. И, конечно, такие поздравления всегда очень трогательны и запоминаются. Мы познакомились очень близко. Вот, кстати, для чего существуют каникулы? Как раз для того, чтобы близко общаться и знакомиться. И, вы знаете, мы познакомились с ещё одним потрясающим... потрясающим лидером. А это Павел Жданов. Очень искромётный юмор у человека. Очень открытый. Очень интересный в общении. И вот Павел, он всегда, как только что-то новое узнаёт для себя, он всегда делится этой информацией. Вот смотрите его отзыв. В начале марта я прошёл обучение в Академии успеха в Екатеринбурге. На второй день я принял решение более серьёзно отнестись к идее создания офиса в своём городе. Я увеличил площадь и купил оборудование. Сейчас я изучаю дополнительные материалы о сетевом бизнесе. И с 15 апреля открываю новый офис. У меня отличный доход за личные приглашения. Общение с лидерами помогло его увеличить. В марте, благодаря школе Зои Самоновой, я заработал 10 тысяч евро. Вот представляете, человек поехал на школу, всё внимательно прослушал, перешёл к делу и заработал 10 тысяч евро. Я тоже вам рекомендую бывать на школах, потом быстренько действовать и зарабатывать. На этом обучении я увидела, что могу столько же зарабатывать со структуры. Да, вот чеки – это очень удивительная вещь в нашем бизнесе, структурные вознаграждения. Кстати, за командную работу можно отдыхать, а структура в любом случае будет приносить тебе доход, если она хорошо построена. И сейчас я работаю в этом направлении. Я решил привлечь наш проект в своих бизнес-партнёров, разъяснить им выгоду работы с нашей реферальной программой. Ранее я занимался линейным, простым бизнесом. Он отнимал у меня много времени и здоровья, но не был так эффективен, как наш проект. Я хочу, чтобы мои партнёры полностью, как и я, начали работать в Gem4Me Market Space. Я помогу повысить им доход. Они станут инвесторами и сетевыми лидерами, а это повысит и мой доход, потому что обучение всегда даёт результат. Я работаю в компании ещё меньше года и считаю, что это очень хороший результат. Я рекомендую всем партнёрам посмотреть на возможность увеличить свои доходы и помочь партнёрам по команде достичь таких же успехов. Вы будете более успешны, если начнёте помогать, зарабатывать другим. Вот что нам рекомендует сделать Павел. Это очень философская мысль, Павел, действительно, потому что на самом деле, когда ты думаешь о собственном доходе и думаешь о том, как его повысить, можно долго топтаться на месте. А вот как только начинаешь помогать другим зарабатывать, в этот момент твои доходы растут в геометрической прогрессии, это проверено огромным количеством лидеров, кстати, и временем. Ну и мной лично тоже. Давайте двигаться дальше. Павел отличный совет нам дал. Ну вот мы почитаем сейчас Светлану Кирилловых из Москвы. В декабре 2017 года я стала инвестором Gem4Me и погрузилась в рутину своего линейного бизнеса. Время от времени я интересовалась тем, что происходит в Gem4Me и слышала настойчивые советы включиться в программу продвижения проекта от своих спонсоров, Татьяна Тарасова и Александра Потапова. Летом 2018 года, представляете, с декабря 2017 года до лета Татьяна и Александр все время напоминали о том, что нужно все-таки включиться в программу продвижения. Настойчивость – великая вещь. Я собрала у себя в офисе пять своих знакомых, и Саша с Таней провели презентацию. В этот же день в мою структуру пришли два человека из пяти. Потом был Балчук. Я увидела всю команду, перспективы развития, цели, необыкновенную атмосферу веры, любви и радости. В декабре я узнала об Академии успеха Зои Самонова и решила, что мне нужно там быть. Я была просто инвестором, не имела никакого статуса. Саша с Татьяной всегда верили в меня, даже тогда, когда я сама в себя не верила. И, одолжив мне денег на поездку в Екатеринбург, отправили меня на обучение. Эти пять прекрасных дней перевернули мое сознание. Вернувшись в Москву, я организовала обучение по системе Академии. Провела презентацию в торгово-промышленной палате города Балашиха. За март я заработала 3100 евро, закрыла ККА-5 и из простого инвестора превратилась в Голдмастер. Сейчас мы готовимся открыть офис в Москве, где на постоянной основе планируем проводить обучение. У меня много единомышленников, с которыми я смотрю в одну сторону, в сторону развития Jam4Me. Особая благодарность идейному вдохновителю и прекрасному человеку, который зажигает наши сердца. Зои Самоновой и ее великолепной команде. И, конечно, вот когда читаешь такие строки, хочется действительно низкий поклон выразить и спонсорам «За терпение», и организаторам обучающего процесса у нас в компании, семье Самоновых пивовар, конечно же, Зои, как самому главному нашему инициатору-зажигателю этого проекта. И всем, кто рядом с ней. Вероника Кожухова, ее помощница и поддержка в этом проекте. И всем лидерам с президентской команды, и с совета директоров, которые поддерживают проект «Академия». Потому что очень много людей смогли изменить свое представление о бизнесе и свое понимание нашего бизнеса, получить какие-то секреты и советы, которые повлияли и на увеличение команды, и на увеличение доходов. И просто по волшебству смогли поменять представление о себе, как более успешном, более ярком лидере. Вот посмотрите, Татьяна Наумова из Хабаровска постоянно работает на презентациях, постоянно работает и в разных городах, и в своем регионе. Но интересно нам понять отзывы людей, что там происходит. Нина Макарова из Хабаровска на Амуре прислала нам отзыв о городской конференции акционеров нашего бренда «Джимфуни». На ней присутствовали не только совладельцы, держатели акций «Мессенджера», но и те, кому интересны новые возможности в сфере новых финансовых технологий. Присутствующие с интересом принимали ту информацию, которую давали организаторы. Татьяна Петровна Наумова и Марина Алексеевна Великова. Раскрывались те темы, которые интересуют всех без исключения. Как управлять финансами, как формировать подушку безопасности, выстраивать стратегию будущего для себя и своих детей. Какие существуют новые методы и принципы заработка и инструменты финансовых решений с брендом «Джимфуни». Очень полезным было рассмотрение жизненного пути человека с финансовой точки зрения. В конце встречи было объявлено об открытии регионального консультационного центра РКЦ в городе Комсомольск-на-Амуре. Благодарим наших гостей из Хабаровска за помощь в проведении мероприятия. Поздравляем жителей города с открытием регионального центра. Да, это очень здорово, когда открываются вот такие центры, где человек может пройти консультацию, где он может пройти некое обучение, и куда можно пригласить для консультации своих друзей, гостей и партнеров. Спасибо большое, Татьяна Петровна, вам за ваши огромные силы и веру в проекты, и любовь, которые не дают вам ни на секунду успокоиться. 13 апреля Марина Белякова, видите, на сцене работает в Комсомольске на Амуре, была проведена городская конференция. В этом городе я работаю второй раз. Очень приятно было увидеть знакомые лица партнеров. В Комсомольске за 4 месяца построена хорошая команда, создан региональный консультативный центр от бизнес-центра в городе Хабаровск. Руководит центром Макарова Нина Петровна. Это первое мероприятие, организованное под ее руководством. На встрече присутствовало много молодежи в возрасте до 40 лет. Статистика радует. 4 часа пролетели незаметно. Никто из присутствующих не остался без внимания. Всем объяснили, все показали, рассказали. И с чувством выполненного долга мы поехали в Хабаровск. Уже по дороге домой Татьяне Петровне поступали звонки по вопросу приобретения акций и заключения контрактов. Ждем отличных результатов. Молодцы. Спасибо, Марина, Татьяна, за отличную работу. Ну, вот такой радостный слайд. Это прямо даже без слов мне не нуждается в пояснениях. Скажите, есть вот люди, которые собираются с нами полететь в октябре на Бали? В Хилтон. Один из прекраснейших отелей, который после реновации как раз в октябре откроет свои двери. Если кто-то есть, я за вас очень рада, если кто-то уже принял решение полететь туда, там по-настоящему волшебная страна, волшебное место, куда мы летим, и волшебные друзья, потому что в этот раз нас полетит значительно больше. Кстати, надо быстрее приступать к пополнению промоушена, потому что в ближайшее буквально время будет еще объявлен дополнительный промо на перелет с комфортом экстра-класса. Я так скажу, пока заинтригую вас. Но промоушен, вы знаете, он уже стартовал 25 марта и будет длиться по 1 сентября. Несмотря на то, что вроде бы казалось много времени, апрель, май, июнь, июль, август, но эти 5 месяцев, я вас уверяю, пронесутся просто как одно мгновение. И всегда нам времени не хватает. Я хочу сказать, что промоушен не будет долгоиграющим. Мы полетим с теми, кто захочет и прямо сейчас начнет действовать. Ведь приятно полететь бесплатно, правда, или с огромными-огромными скидками. Но, кстати, можно еще и заработать скидки для своих друзей, любимых, близких. За 5 месяцев можно, я не знаю, сколько всего заработать, потому что очень хороший у нас план получения доходов и дисконтов. Давайте двигаться дальше. Ну, как всегда, по традиции вы видите расписание. Москва, Москва, Санкт-Петербург. Вы видите все, как всегда, все те же телефоны, те же адреса и то же время начало. Те же лидеры. Но вот я хочу вас некоторых пожалеть, потому что вы не попали ни в группу, которая пройдет обучение в Академии Успеха с 16 по 20 апреля. Вы уже не попали, мне вас жаль, тех, кто туда не едут. И также мне жаль вас, тех, кто не выезжает вместе с Екатеринбургской командой на базу отдыха, где тоже пройдет обучение, при том с участием лидеров. Это обучение лидерское. Вот именно там можно повернуть сознание полностью и просто заснуть и утром проснуться после обучения успешным уже. Ну, как всегда, кто-то успевает, кто-то нет. Давайте двигаться дальше. Как всегда, работа благотворительного фонда. Я вам расскажу. Вы, наверное, многие знаете эту девочку. Ее зовут Анфиса. Афина, вернее, простите. Эвелина. Я знаю, как ее зовут, но оговорилась. Афина. Это прекрасное имя у этой девочки. Она вообще такая красивая. Но, к сожалению, вот она страдает тяжелым неврологическим заболеванием. И мы уже помогали Эвелине. И вообще, я не знаю, я поражена нашим партнером, которая не только занимается бизнесом, но она еще и 24 часа борется с тяжелым заболеванием дочки, которой всего 13 лет. У нее смешанный тетропорез, нарушение глотания, сживания, отсутствие речи, проблемы с шеей, позвоночником и ауто-нейроиммунная агрессия в ремиссии. Но, понимаете, вот даже при том, что Афина самостоятельно себя не обслуживает, с ней рядом нужно находиться всегда. Эвелина находит время для нашего бизнеса. Реабилитация съедает большое количество финансов и жизненных сил. Каждый шаг в сторону улучшения состояния и, наверное, каждый шаг вперед в сторону улучшения состояния, вот поняла, как написано материал, и жизненных сил. То есть повышается после реабилитации ее состояние всегда практически, но оно очень дорогое, от 1000 до 6000 евро. Несмотря на все проблемы, девочка очень веселая, она развивается, жизнерадостная, с большими мечтами. У нее мелкая моторика в правой руке все еще недоступна, но за три года она научилась писать левой, порезной рукой. И с 3 июня у Афины повторный реабилитационный курс в Москве. Магнитная стимуляция транскраниальная. Ну, не знаю, что это, но я знаю, что ей такие процедуры очень нужны. И также, конечно, нужно оплачивать жилье, билеты, диагностику, лекарства, перелет и так далее. Поэтому вот на эту всю поездку необходимо примерно 250 тысяч рублей. Эвелина не поднимет такую поездку сама, ей нужна помощь, она опять же обратилась к нам. И, конечно, вот, знаете, можно говорить, зачем нам вот бизнес и благотворительный фонд, и зачем мы будем заниматься этим делом, у меня у самого там ничего нет. Но представьте, что каждый доллар, который мы вот сейчас с вами возьмем и переведем, один, два, три, они помогут этой девочке жить чуть-чуть лучше. Качество ее здоровья станет на порядок лучше. А для нас они ничего абсолютно не будут значить. Мы просто не купим какую-то очередную ерунду. И именно поэтому, ну, вот таким людям, как Эвелина, нужно помогать, я думаю. Мы же с вами не просто компания, мы компания друзей, мы компания сильных людей, мы компания тех, кто умеет не только зарабатывать деньги, но еще и помогает людям достойным, которые попадают в поле зрения, наши с вами и в наше окружение, в наши ряды, переживать вот такие трудности. Я уверена, что вы сегодня сделаете переводы либо на карту, у нас будут сегодня карты на блоге, либо через центр. Через центр вы точно так же можете перевести с комментарием. В бизнес-центре я имею в виду. Откройте настройки, установите там сумму или процент отчисления от того, что у вас есть и переведите. И очень быстро деньги окажутся сразу в руках у Эвелины, и она сможет их вывести на карту. Тоже легко. Но вот есть еще благодарность сегодня. Недавно, вы знаете, мы помогали одному из наших лидеров пережить очень тяжелую утрату. Орлан Бахо прислал нам сегодня свою благодарность всем, кто помогал. Хочу выразить искреннюю благодарность от нашей семьи, благотворительному фонду и всем партнерам за оказанную моральную и материальную помощь, за поддержку в организации транспортировки тела моей погибшей сестры из Москвы в Тыву и организацию похорон. Без вас бы мы не смогли собрать необходимую сумму. А ваши слова о поддержке дали нам силу пережить это страшное горе. Когда жизнь неожиданно ставят на колени, не у всех рядом оказываются такие искренние и отзывчивые друзья, которые могут подать руку помощи. Пусть судьба по достоинству вознагодит вас за ваши добрые сердца. Вот на самом деле я помню тот момент, когда Орлан вообще не мог говорить. Он даже, можно сказать, был практически не в себе. Но в то же время столько людей его поддержали, столько людей искали сразу карту, куда можно перевести деньги, через фонд переводили и так далее, что он вот не оказался в эту минуту один. И несмотря на горе, ему было гораздо легче. Сейчас необходимо ставить мемориальную плиту моей погибшей сестре, на которую нашей семье уже не хватило средств. Будем очень благодарны любой оказанной помощи. Ну, конечно, Орлан, что говорить, когда в хорошей команде друзей всегда будут те, кто помогут и достойно проводить, и вылечить. Вот еще одно обращение в фонд. И есть еще одна женщина, которая нам написала. Чойгандерми. В семье партнера Чечены Калга-Хоа случилось страшное горе. После кровозлияния в мозг скоропостишно скончался ее супруг. Чечена осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми. Хочу обратиться за помощью ко всем партнерам. Давайте окажем поддержку и помощь этой семье. Заранее благодарю всех за помощь. Видите, зачем мы собираем деньги? Потому что вот когда кто-то оказался один на один с бедой, мало того, что горе надо пережить, а еще и как-то нужно проводить достойно в последний путь, и нужно находить в себе силы помогать детям, оставшимся без кого-то из кормильцев. Еще одно обращение. У партнера Светланы Прокопьевой несчастье после длительной болезни умерла мама. Несколько лет боролись за жизнь, проходили платные обследования, лечения, реабилитации в Москве. Ну и, конечно, вы знаете, сколько это все стоит. В связи с тем у Светланы большие кредиты, и дочь Светланы Студенко, они вместе проживают сейчас в квартире, которая арендована, и вообще нет возможности даже платить за аренду. Вы знаете, как все у нас трудно, всегда лечится и дорого стоит. Нужна помощь. Светлане нужно помочь пережить сложный период. Опять же, без фонда она не справится. Партнеры, которые хотят оказать помощь, легко могут сделать это через бизнес-центр. Обратилась к нам фонд Татьяна Свинтицкая. Вы знаете этого лидера. И вот я хочу вам напомнить. Вы знаете, очень часто мы попадаем со своими благими такими чувствами кому-то помочь на людей, которых мы не знаем. Мы лично не знаем, на самом ли деле у них что-то случилось, и правда ли им нужна помощь, лечение или реабилитация. Наш фонд работает через лидеров. Это очень легко, потому что лидер, он обращается в фонд только тогда, когда он знает лично партнера, он проверил всю информацию, и мы получили полный анализ и картину, что необходимо, в каком объеме, сколько в данный момент времени человеку, и это действительно поможет ему изменить свою ситуацию. Поэтому, если вы хотите принять участие в работе нашего фонда, просто присоединяйтесь. Чуть-чуть откладывайте от каждого вашего чека, и всегда вот в такой момент мы сможем вовремя отреагировать и кого-то поддержать, кого-то спасти, а кого-то достойно проводить последний путь. И я вас люблю за то, что вы на самом деле потрясающие люди. Вы не только занимаетесь бизнесом, вы еще думаете о прекрасном, вы путешествуете вместе, вы меняете судьбы людей, вы умеете дружить по-настоящему, как умеют дружить только в семьях. И на самом деле мы, конечно же, одна большая дружная семья, и где бы вы ни находились, вы никогда не одиноки. Поэтому, ну что могу сказать? Я благодарю всех тех, кто влюблен в GEM4ME. И желаю вам огромных успехов, здоровья, счастья и всего самого-самого вам наилучшего в жизни и в бизнесе. Больших вам успехов! До новых встреч! Спасибо!